Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Официально сегодня очень важный момент для биткоина. Я хочу быть честным, я экстремально позитивен, если речь идет о будущем биткоина. Но откат до основных линий поддержки будет не только подтверждением этого тренда, в случае если эти поддержки удержатся, но также этот откат цены сейчас очень необходим. Только так мы можем говорить о здоровом растущем рынке в будущем. Не может быть бесконечного роста, как на картинке слева. Рост всегда выглядит так, как на картинке справа. Он всегда сопровождается вот такими качелями. То, что сейчас формируется на графике, это просто сумасшествие. Я думаю, что и на этот раз большинство людей потеряет много денег, ведь повторяют одну и ту же ошибку, не фиксируют прибыли на росте. Жадность мешает это сделать. Вложил тысячу, заработал две, выведи тысячу обратно, а с прибылью уже работай дальше. А теперь я хочу поговорить о том, что ты точно не хочешь сегодня услышать. Но это один из сценариев, который нужно рассмотреть, чтобы хотя бы для себя понять, согласен ли ты с ним или нет. Уже пять недель подряд биткоин закрывается зелеными свечами. И не переживал коррекции. И все те уровни, на которые надеялись медведи, так и не отработали бычью ловушку пока что. И сейчас, когда биткоин достиг почти 48 тысяч долларов, он обнаружил себя в интересной ситуации, в которой множество альткоинов показали уже очень хороший рост. Итак, посмотри на эту формацию. Мы видим здесь восходящий клин на фоне снижения объемов. Это теоретический паттерн. Как же он заканчивается? Одна вещь, которая нравится опытным трейдерам в этой модели, заключается в том, что как только происходит пробой этого клина, цена двигается очень быстро, не требуя никаких подтверждений. В отличие от других паттернов, где подтверждение должно быть показано до открытия сделки, этот паттерн чаще всего в таких подтверждениях не нуждается. Цель пробоя обычно расположена на первом пике после разворота тренда. В случае этого примера это как раз таки вот этот пик, вот здесь. Собственно говоря, вот так отыгрывает этот паттерн в конце. Происходит пробой восходящего клина, который находит свою цель как раз таки на вот этом пике, когда тренд развернулся впервые. А теперь посмотрим на ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Она очень похожа на теоретический пример. В нашем случае цель потенциального пробоя может оказаться в этом диапазоне от 40 500 до 42 300 долларов. Именно в нем находится вот этот первый пик после разворота тренда, как это было показано в теоретическом примере. Кроме этого есть еще два момента. Во-первых, это снижающиеся объемы, именно так, как и написано в теории. И во-вторых, уже 4 месяца, с начала мая этого года, именно этот диапазон служил в качестве сильнейшей линии сопротивления. Посмотри, здесь, здесь, здесь и здесь, и даже здесь, когда уже цена биткоина наконец его пробила. Это огромная линия сопротивления, которая должна стать поддержкой для того, чтобы биткоин продолжал расти и дальше. Важно отметить то, что мы после вот этого пробития не наблюдали ретеста этой линии. Если мы раскидаем Фибоначчи, то заметим очень интересную вещь, что верхняя граница этого диапазона, который должен обязательно стать поддержкой, находится как раз таки на уровне коррекции по Фибоначчи 0.382. Как мы вчера говорили, после достижения золотого сечения вот здесь, цена биткоина обязана корректироваться именно до этого уровня. Поэтому коррекция биткоина до этих отметок, либо до верхней границы, либо до нижней границы, просто-напросто необходима. Если этот диапазон, который 4 месяца до этого был сопротивлением, покажет на этот раз, что он стал поддержкой, тогда это станет большим подтверждением того, что биткоин должен продолжать расти. Многие люди думают, что Булран выглядит как-то вот так. Так, никаких откатов, просто бесконечный рост по 10% каждый божий день. Но на самом деле он выглядит как-то вот так. Именно поэтому достаточно много людей вот на таких коррекциях и теряют свои деньги, когда в панике продают вот здесь. А потом покупают здесь, продают здесь, покупают здесь и продают здесь. В итоге сливают все свои деньги. Да, это может выглядеть смешно, но я знаю многих людей, которые так делают. Я настоятельно рекомендую посмотреть мое видео про лучшую стратегию для заработка на биткоине. Конечно, она, наверное, не самая лучшая, но это та стратегия, которую я выработал для самого себя за последние 4 года, что я нахожусь в криптовалюте. Кстати, большое спасибо за 10,5 тысяч лайков. Теперь я хочу поговорить про отличную анчейн-метрику для биткоина. Но прежде я хочу поговорить про спонсора этого видео. И спонсор этого видео – моя книга. Осталось 5 дней до того, как ты можешь предзаказать мою книгу по ссылке в описании со скидкой в 50%. Перейдя по ссылке, ты сможешь увидеть, о чем она. Это 446 страниц отборной профильтрованной информации о том, как не только безопасно обеспечить себя с помощью криптовалюты, но и вывести ее с минимальными потерями и минимальным вниманием со стороны государства. Я написал ее на основе ряда платных налоговых консультаций с разными юрисдикциями по всему миру. Весь наш интернациональный труд собран в одной единственной книге. 1 сентября всем предзаказавшим я отправлю копии этой книги. Я гарантирую 100% возврат средств до конца сентября, если книга тебе не понравится. Предзакажи мою книгу по ссылке в описании до 22 августа включительно. Начнем с метрики стейблкоин сеплай рейшо. Это соотношение предложения стейблкоинов к предложению биткоина на биржах. Сейчас, как ты видишь, оно находится на самом минимальном с января 2019 года уровне. Что это значит? Обычно, чем ниже эта метрика, тем больше стейблкоинов на бирже. А зачем их так много на бирже? Да чтобы в какой-то удобный момент начинать выкупать альткоины и биткоин. Возможно, это произойдет после этой необходимой коррекции. И хотя эта метрика измеряет соотношение предложения стейблкоинов и биткоинов на биржах, она также подходит и для того, чтобы понимать, что ожидает альткоины в обозримом будущем. Ведь за стейблкоины можно покупать не только биткоин, но и альткоины. Уилл Клименте поделился интересной метрикой для биткоина. На этом графике мы видим динамику количества адресов с балансами от 0,001 до 0,10 биткоинов. То есть это совсем не крупные игроки. Посмотри, что происходит с конца мая этого года с этим графиком, вот с этой точки. Он просто взрывается. Мелкие инвесторы покупают биткоины как сумасшедшие. Еще один биткоин-аналитик опубликовал график, на котором мы видим, как взлетела анчейн-активность в сети биткоина. Учитывая, что цена биткоина подбирается к выходу из клина, это намекает нам на то, что в ближайшее время нас ожидает большое движение на рынке. Теперь я хочу поговорить про Солану, которая буквально за один день выросла на 70%. Объем транзакций превысил 24 миллиарда, что и стало причиной, почему сеть Солана обогнала эфириум. Посмотри сам, количество транзакций в Солане достигло 24 миллиардов долларов за последние 18 месяцев. У эфириума с 2015 года было 1,2 миллиарда транзакций. Я думаю, что Солана взорвалась по двум причинам. Первая. Солана взлетела до рекордно высокого уровня с запуском проекта NFT под названием Degenerated Apes NFT на блокчейне Солана в воскресенье. Проект включает в себя 10 тысяч уникальных NFT, распродажа которых закончилась всего лишь за 8 часов. Общий торговый объем достиг почти 96 тысяч Сол. Мы слышали множество таких историй, связанных с эфиром, но теперь это происходит и с Соланой. Учитывая, что Cardano и VeChain тоже сейчас работают над своими NFT-площадками, возможно, громкая распродажа, подобная этой, на блокчейнах ADA и VET, также спровоцирует 60% рост этих монет за короткий период времени. Но сейчас нужно быть осторожнее Соланой, ведь люди захотят зафиксировать прибыли на этом безумном скачке цены за Сол. Официальный твиттер Degenerated Apes Academy написал, «Несмотря на то, что запуск продаж NFT на блокчейне Солана был в лучшем случае дерьмовым, поскольку многое пошло не так, интерес сообщества к событию был намного больше, чем мы предполагали». Я думаю, причина такого интереса заключается в том, что люди просто-напросто устали от экосистем с медленными транзакциями и высокими комиссиями, такими как Эфир. Солана же предлагает более быстрое решение с количеством транзакций 50 тысяч в секунду, что в тысячи раз больше Эфириума в его современном виде. Вторая причина была немного вскользь, задета мною в предыдущих выпусках. Еще один проект под названием Wormhole, либо же Кротовая Нора, запускает DeFi на Binance Smart Chain, Terra и Эфириуме. Самое главное, что этот проект не просто так называется Кротовой Норой, потому что он соединяет галактики Binance Smart Chain, Terra и Эфириума с Соланой. Собственно, на этом событие Солана тоже взлетела точно так же, как и Terra Luna. Фактически, этот проект Wormhole может предоставить и Солане, и Terra Luna очень много ликвидности с блокчейнов Эфириума, Binance Smart Chain, что, понятное дело, имеет влияние на цену Соланы. Теперь давай обсудим несколько новостей про Эфириум, Путина, Полигон и другие. Ledger Life интегрировал возможность стейкать Эфириум прямо на холодном кошельке, используя Lido Finance. Lido Finance. Кстати говоря, я тоже стейкаю Эфириум на Lido Finance. Если не видел это видео, ссылку я оставлю в описании. В своем блоге производитель популярных холодных криптокошельков Леджер сообщил о партнерстве с Lido Finance. Решением для стейкинга Эфириума 2.0. Меня эта новость очень порадовала, ведь у меня есть Леджер, и теперь я могу использовать его для стейкинга Эфириума, и мне не нужен больше метамаск. Это первое. И второе. К продуктам DeFi я отношусь с осторожностью. Одна ошибка в протоколе безопасности, и тот или иной DeFi может соскамиться с громким треском. Но такое партнерство с Леджер добавляет мне уверенности в Lido Finance. С кем попало Леджер бы точно партнерства не заключал. Что касается Эфириума. Все больше крупных компаний выбирают Эфириум. Вчера мы говорили, что Майкрософт будет использовать его блокчейн, а также в Сингапуре Эфир является самой популярной криптовалютой. Три из четырех криптоинвесторов в Сингапуре покупают Эфир. А сегодня я хочу показать, что институциональные клиенты прямо-таки давят на финансовые компании NYDIG и Fidelity, чтобы те продвигали и предлагали больше сервисов, связанных с Эфириумом. Это обозначает, что спрос на Эфир и его функционал со стороны институционалов растет. Это заставляет такие компании, как Fidelity, расширять свои услуги, связанные с криптовалютой Эфир. Клиенты Fidelity все чаще просят Fidelity расширять поддержку Эфира по всему миру. NYDIG же сейчас предлагает биткоин-услуги, но и его клиенты просят Эфириум. Также известный фонд ARK Investment, который возглавляется Кэти Вуд, все мы о ней знаем, тоже переключается на Эфириум. Интересно то, что увеличивая аллокации в Эфириуме, Кэти Вуд из ARK Invest при этом сокращает долю инвестиций в Bitcoin Grayscale Trust. Однако, несмотря на это, фонд до сих пор владеет акциями Bitcoin Grayscale Trust на сумму около 329 миллионов долларов. Так что мы можем сделать вывод, что они не разочаровались в биткоине, а всего лишь навсего фиксируют прибыли, что и тебе советую делать. Мы уже говорили о том, что в России планируют взять на учет каждого криптохолдера в ближайшие три года. Что ж, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что владение криптовалютами должно проверяться на высшем уровне. Знаешь, что самое забавное? Что это также было написано в указе президента Российской Федерации о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Получается, мы все коррупционеры, ну надо же. Каждый холдер криптовалюты – это коррупционер, который отмывает деньги и сразу покупает на них что-то запрещенное в Даркнете. Какая же устаревшая риторика, которая была актуальна году так в 2015-м, но не в 2021-м же, ну. Большие новости для Полигона. Платформа NFT Terra Virtua перешла на блокчейн Полигона, мотивируя этот переход тем, что на блокчейне Полигон работа будет экологичнее. В объявлении в понедельник Terra Virtua сообщила, что перешла на Полигон в рамках плана по созданию более устойчивой экосистемы NFT. Платформа утверждала, что этот ход уменьшит энергию, необходимую для создания одного NFT, более чем на 300%. Что ж, и Полигон от этого тоже выиграет, повторяя судьбу Соланы, связываясь с NFT-пространством. Я думал, что бум NFT будет в сентябре, но он уже начался в августе. И уже успел поднять Солану и Тералуну. Теперь ждем, когда он поднимет Кардана, Ветт и, конечно же, Полигон. Также Полигон на этой неделе совершил то, что в истории блокчейнов произошло впервые. Блокчейны Полигон и Хермес Нетворк объединились в один в рамках сделки на 250 миллионов долларов. Да, мы уже наблюдали частичные слияния, например, Эфириума и Кипа. Но слияние Полигон и Хермес – это первое полное слияние одной сети блокчейнов с другой. Их слияние происходит ради освоения Полигоном новой технологии масштабирования The Car Lab. Эта технология масштабирует Полигон и будет развивать его инфраструктуру. Команда Полигона отметила, что они хотят стать ведущей силой в этой области, в области масштабирования блокчейнов на долгие годы. Что ж, ребята, обсудили сегодня очень много всяких тем. Обсудили то, какие криптовалюты могут взорваться так же, как Солана из NFT-пространства. Обсудили перспективы биткоина. Поговорили о том, что нужно фиксировать прибыли обязательно, иначе можно остаться ни с чем. Посмотрели анчейн-метрику и заключили, что биткоину нужно обязательно корректироваться в ближайшее время для того, чтобы подтвердить продолжение роста. Только так продолжение роста можно будет считать здоровым. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok